Голубое небо, лазурное море и яркая зелень. Палитра Сардинии великолепна. Как говорят местные жители, вначале Бог слепил шарик, бросил его в воду и аккуратно притоптал сандалией. Так и получился остров. Однако выглядел он скромно, поэтому Бог взял понемногу от каждого из ранее сотворенных континентов и одарил Сардинию разнообразными пейзажами. Остров стал выглядеть божественно. Ученые, как всегда, более тривиально объяснили возникновение острова. Он отделился от континента 65 миллионов лет назад и дрейфовал вместе с тектонической плитой. На старых греческих картах Сардиния носит название «Ихнуса», что означает «стопа». Быть может, «стопа Зевса»? Разнообразие пейзажей Сардинии столь велико, что, кажется, действительно к сотворению острова приложил руку Всевышний. Сардиния насчитывает 270 километров в длину и 150 в ширину. Это второй по величине остров Средиземного моря. В пейзаже преобладают горы и возвышенности. Вместе с Корсикой Сардиния была в древности южной оконечностью европейского проконтинента. Тектонические процессы, которые миллионы лет назад спровоцировали отделение островов от материка, оставили о себе память в виде скалистых образований. Сегодня ученые читают по ним, как по книге, геологическую историю Средиземноморского бассейна. Скалистый остров был не лучшим местом для растительного мира. Лишь 14% его территории покрыто тонким слоем плодоносной почвы. Необходимую влагу дают весенние осадки. Их хватает на долгие месяцы жаркого сухого лета. Остров был заселен людьми, скорее всего, уже в период Среднего Палеолита, около 200 тысяч лет назад. Так, по крайней мере, считают ученые. Следы первых цивилизаций появились гораздо позже. От древней сардинской цивилизации, которую называют нурагической, остались круглые каменные строения – нураги. Они возникли между XIV и VII веками до нашей эры и выполняли оборонную и жилую функции. До наших дней сохранилось около 7 тысяч этих необычных крепостей. Народ, строивший нураги, не оставил никаких других следов, и что-то определенное о нем сказать трудно. Со временем здесь селились финикийцы и выходцы из Карфагена. Последние были одной из самых мощных сил античного мира, но в итоге покорились Великому Риму. В 238 году до нашей эры, после Первой Пунической войны, Сардиния стала римской провинцией. Островитяне не признали римского владычества и не раз поднимали восстание. Однако они неожиданно легко принимали традиции и обычаи римской империи. В конце V века Сардинию захватили вандалы. Спустя 80 лет их выгнали с острова византийские легионы. В последующие века Сардиния продолжала переходить из рук в руки. Была под арабским и испанским владычеством. За обладание ею соперничали могущественные города-государства Генуя и Пиза. В 1720 году остров перешел под власть Савойской династии, ставшей позднее основой итальянского королевства. С той поры Сардиния почти непрерывно являлась неотъемлемой, хотя в значительной степени автономной частью Италии. Полмиллиона туристов, ежегодно посещающих Сардинию, попадают сюда через портовый город Ольбия на северо-западе острова. Ежедневно здесь причаливает полтора десятка гигантских автомобильных и пассажирских паромов из континентальной Европы. Гордым жителям Сардинии непросто признать тот факт, что если бы не субсидии Рима и Брюсселя, их родина давно бы обанкротилась. Несмотря на реформы и огромные инвестиции, Сардиния все еще остается самым слабо развитым регионом Италии, самым низким доходом на душу населения. Даже крупные прибыли от туризма не в состоянии залатать дыры в бюджете. В последние десятилетия в поисках работы и денег остров покинуло несколько сотен тысяч коренных жителей. Ольбия находится далеко не в худшем положении. Каждый день сюда прибывают сотни туристов, которые оставляют здесь несколько евро, прежде чем разъехаться по острову. Если при выезде из города повернуть налево, то уже через несколько километров можно оказаться на песчаных пляжах восточного побережья со сказочным видом на остров Тавалара. В нескольких десятках километров южнее над живописным поселением высится замок Фава. С Сарацинской башней можно увидеть большой фрагмент 250-километрового восточного побережья. Песчаные пляжи перемежаются здесь со скалистыми заливами, поросшими пиниями. Иногда Сардинию называют «ветреным островом», благодаря дующему почти круглый год северо-западному ветру. Район, расположенный к северу от Ольбии, сегодня просто изумляет. А в былые времена владельцы этого сухого, заброшенного, безнадежного в хозяйственном плане клочка суши распродавали его без тени сомнений, отдавали куски земли в приданное дочерям. Плодородные же участки, лежавшие дальше от моря, получали наследники по мужской линии. В 1962 году бесплодные земли купил арабский шейх Ага-Хан. Он отдал смехотворную по нынешним временам сумму 25 тысяч долларов, намереваясь построить здесь шикарный курорт. Сегодня Коста-Смиральда, изумрудное побережье, выглядит земным раем и оценивается в миллиарды. Ага-Хан и его друзья объединились и выработали точный и перспективный бизнес-план. На чертежных досках специально нанятых архитекторов возник современный, но отвечающий средиземноморским традициям курортный комплекс. В то время экология была весьма абстрактным понятием, но инвесторы позаботились о строительстве очистных сооружений, спрятали под землей все энергетические линии, ограничили высоту домов высотой деревьев и отказались даже от неоновой рекламы. Со временем владельцы сменились. Хан продал свою собственность, но, к счастью, намеченные им строительные стандарты сохранились и при новых хозяевах. Все изначально заложенные принципы заметны в бурлящем жизнью Порто-Черво, главном городе изумрудного побережья. Его не случайно облюбовали миллионеры, кинозвезды и даже коронованные особы. Цена чашки кофе в этом заведении вполне соответствует элитному статусу города. В Порто-Черво, наверное, уже и забыли, как выглядит обычная рыбацкая лодка. Шикарные яхты – основное транспортное средство обитателей не менее шикарных вилл, прячущихся в небольших заливах и недоступных с суши. Жизнь богатых и знаменитых эксклюзивна. В подобных местах они встречаются весьма узким кругом. Спроектированная первоклассными архитекторами, удачно встроенная в пейзаж резиденция – идеальное место для летнего отдыха, но лишь для избранных. окрестные отели тоже предназначены для элиты. Залив Каладивольпе – излюбленное место отдыха голливудских звёзд и аристократов. Это один из нескольких шестизвёздных отелей на Изумрудном побережье. Изысканная архитектура не оставляет сомнений в состоятельности его обитателей. Выбор места для этого комплекса был особенно удачен. В Лазурном заливчике перед отелем покачиваются огромные шикарные яхты – воплощение богатства. Внимание миллионеров ищут сотни тех, кто ещё только стремится попасть в высшее общество. Отель Каладивольпе был открыт в 1962 году. Классическую элегантность он сохраняет и по сей день. Самый простой номер из 125 прочих стоит около 400 евро в сутки. Сказочный вид на море входит в стоимость. Но за напитки платят отдельно. Знатные гости не представляют себе отдыха без игры в гольф. В расчёте на это и обустроено поле для гольфа «Певеро». Главный козырь этой площадки – великолепные виды. В таком антураже промахи не особенно огорчают. В нескольких километрах находится один из первых отелей шикарного комплекса «Ромоцини». Он был открыт в 1965 году и стал флагманом империи Агахана. Белоснежное величественное здание высится на фоне голубого неба. Надо заметить, что современные правила строительства не допустили бы возникновения такого гиганта. Уже несколько лет отель входит в состав международной сети «Старвуд». Для избалованных гостей Коста Смиральда главное не фешенебельные отели, а прекрасное побережье с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Коста Смиральда расположена к западу от порта Черва и растянулась на 50 километров от гольфа Дикуньяна до Лишья-Дивакка. Необычный зеленый оттенок моря у северных берегов Сардинии полностью оправдывает название, придуманное для этого уголка специалистами по туристическому маркетингу в начале 60-х годов прошлого века. С той поры изумрудное побережье обросло новыми застройками, но цвет морской воды, к счастью, не изменился. В таком сказочном окружении природы найти леттина, то есть лежак с зонтиком, это нужно постараться. Некоторым хватает и простого пляжного полотенца, главное, что солнце и море включены в счет. Роскошный курорт Порто-Ротондо назван по виду полукруглого залива, идеального для купания и морских видов спорта. У подножия смотровой площадки пункта Делла Вольпе расположился живописный мыс, закрывающий с севера залив гольфа Ди Маринелла. И вновь Аква-Азурра, голубая вода. Мы отправляемся вглубь острова. За прекрасным побережьем, которое не представляет сельхозценности, открывается плодородный край, где выращивают пшеницу и виноград. Но и здесь сельское хозяйство понемногу проигрывает туризму. Владельцы ферм и плантаций, рассеянных по холмам, стоят перед дилеммой – продолжать традиции предков или сменить специализацию. Все более популярной становится сдача комнат туристам из континентальной Европы. Анна и ее сын Антонио, владельцы хозяйства Лубрану, не жалуются на отсутствие клиентов. Они обеспечивают гостям стол и прачечную. Хозяева накрывают стол в помещении, которое когда-то было хлевом. Его перестроили и со вкусом украсили. На закуску – салями, домашняя выпечка и овощи со своего огорода в оливковом масле. Столовое вино «Верментино» тоже из своего погреба. Первое блюдо – галлурский суп. На горячие – знаменитый сардинский деликатес, запеченный поросенок, приправленный листьями мирта. На десерт – косички из теста, которые окунают в эвкалиптовый мед. Путешествие на север порадует не только гурманов. Сардиния – это прежде всего праздник для глаз. А здесь – фантастические формы, необыкновенные цвета. Гранитные скалы сформировались миллионы лет назад. Похожая на гриб фигура высится даже в самом центре городка Арцакена. С другой точки глыба больше похожа на огромную хищную птицу. Галлура – северный горный район Сардинии может похвастаться еще большим разнообразием необыкновенных природных чудес. Чудеса здесь не только природные. Старейшие следы цивилизации на острове – отесанные гранитные блоки, которые прозвали «могилами великанов». Они появились в период позднего неолита, более чем за три тысячелетия до нашей эры. К самым знаменитым гробницам относится каменная Са-Энаэ-Томес, расположенная к северо-западу от города Доргали. Тяжелые гранитные плиты покрывают продолговатую гробницу. Спустя тысячу лет возникла таинственная цивилизация нурагов. Следы более ста характерных для нее построек в форме усеченного конуса археологи нашли в поселке Серра Ориос. Это самый большой комплекс нурагов на Сардинии. Во время раскопок исследователи нашли в нем храм, гробницы, помещение для собраний и даже театр. Археологический парк недалеко от Доргали занимает более шести гектаров. Возможно, здесь находилась столица строителей нурагов. Судя по сооружениям различного назначения, таким как водосборники, можно предположить, что живший здесь за три тысячи лет до нашей эры народ обладал серьезными инженерными познаниями. А это уже плодородные холмы Галлуры. Между пастбищами и полями повсюду видны отдельные хозяйства. Гладкие гранитные конусы образуют поразительные декорации на трассе, соединяющие арцакену с темпио. А вот и встреча с новейшей историей. Недоступная внутренняя часть этого строения была идеальным убежищем для преступников всех мастей и прочих изгоев общества. Неофициальной столицей бандитов стало горное поселение Аргасола на западных склонах Супрамонте. Этот район, называемый также Барбарией, после объединения Италии стал известен как центр сопротивления жителей острова властям Рима. Однако бунтовщики использовали не самые достойные методы похищения, нападения и убийства. К счастью, бандитский промысел давно остался в прошлом. Мрачные легенды прежних лет оживают в рассказах жителей Аргасола. Узкие темные переулки, подобные декорациям, в них нетрудно представить персонажей, одержимых дикими, первобытными страстями. Старые и усталые герои былых времен. Однако их суровые лица как-то не располагают к близкому знакомству. Граффити с политическим подтекстом появились в Аргасола в последние десятилетия. Традиция настенной живописи пришла сюда из Латинской Америки. Авторы в красках демонстрируют свои политические взгляды, рассказывают о проблемах общества, агитируют за независимость Сардинии. Граффити заняли стены почти 150 домов, неожиданно сделав их туристической достопримечательностью. Благодаря этому о проблемах сардинцев узнали во всем мире. Горный край Англона скрывает в своих зеленых тенистых долинах специфическое сырье, без которого трудно представить хорошее вино. Пробковый дуб – настоящее сокровище для виноградарей. Ценность пробки здесь велика еще и потому, что деревья растут в ограниченном количестве. Без вреда для дерева кору можно обдирать не чаще, чем раз в 9-10 лет. Узкие проселочные дороги в окрестностях Каланджанус ведут все дальше в дубовый лес. Для настоящих знатоков качество пробки чуть ли не важнее самого вина. Они утверждают, что плохая пробка может испортить вкус и аромат самого благородного напитка. Владельцы плантации в Англоне получают от продажи дубовой коры приличный доход. Неудивительно, что каждое деревце тщательно оберегается. Прежде чем отправиться на дальнейшую обработку, собранная кора должна быть высушена. Этот процесс продолжается около трех недель. Кроме глыбы Фунго в Арцакене есть еще скала необычной формы на краю дороги. Монолит Элефанты напоминает слона. Отсюда и его название. Обязательная фотография для альбома. Менее однозначные ассоциации вызывает скала Орса. Каменный медведь возвышается на скале, с которой открывается великолепный вид на северное побережье и архипелаг Маддалена. На поверхности моря появляются черточки, нарисованные моторными лодками и паромами, курсирующими между французским Бонифацио на Корсике и сардинским Палау. Ла Маддалена, так называется, один из островов архипелага. Охраняемый как национальный парк, он много лет служит местом экскурсии и пристанью для парусников по выходным дням. Выдающаяся дальше всего на север точка Сардинии застроена современными центрами отдыха. У подножия холма волны образовали узкий залив, ставший идеальным портом для паромов с Корсики и заводью для более маленьких кораблей. Лучше всего любоваться заливом на закате. Изрезанная береговая линия Сардинии просто создана для причаливания сотен парусников и моторных лодок. Бесчисленные заливы хорошо оберегают суденышки от волн и ветра. Прямо на пирсе уставших мореплавателей ждут таверны и рестораны. В меню, разумеется, есть свежие дары моря. У самого берега Накапа-Теста вода прозрачна и чиста не меньше, чем у Коста-Смеральда. В неполных пяти километрах к западу от Санта-Терезы возвышается дамба, соединяющая мыс с главной частью острова. Несмотря на наплыв туристов, на скалистом побережье сохранилась пара уголков, известных лишь посвященным – уединенные кусочки Средиземноморского рая. Скалистый полуостров, вдающийся в море, притягивает любителей горных восхождений. Ряды каменных фигур выглядят как произведения скульптора-абстракциониста. Растения и животные на фоне скал деликатно напоминают, что вовсе не человек создал эту галерею. Узкая тропинка ведет к небольшой долине, открытой морю. Это лунная долина, или Валле де ла Луна. Окаймленная серыми гранитными скалами, она тоже таит немало произведений искусства, вырезанных водой и ветром. На краю долины – небольшой песчаный пляж. Великолепное зрелище! Курорт, где можно забыть обо всем на свете. За горным озером становится все интереснее. Галерея каменных скульптур с видом на Изумрудное море. Выход на вершину требует альпинистской сноровки. Цель достигнута, и можно немного отдохнуть на ровной поверхности. Сойти на берег коротким путем не получается. Во всяком случае, кратчайший путь будет не самым безопасным. Головокружительный маршрут на мгновение отвлекся и может не поздоровиться. И снова минута отдыха на нагретой скале. Море все ближе. Мечта любого отпускника – купание в кристально чистой воде. Отсюда гранитные гиганты выглядят еще более массивными. Наверное, над Капа Теста творец потрудился немного дольше, чем где-то еще. Теперь мы почти на 40 километров северо-западнее мыса. То же самое море и совершенно иной пейзаж. Коста Парадиза украшают маки и скалы розоватого оттенка. Еще несколько лет назад здесь был дикий, неприступный край, но туризм преобразил и его. Побережье у подножия 300-метровой горы постепенно обрастает курортными центрами. Еще через 30 километров на высоком скалистом мысе стоит поселение XII века Кастельсардо. Это место выбрала своей резиденцией генуэзская семья Дорио. На Замковую гору ведет Виа Национале, закрытая для автомобилей. Побережье Гольфа-дель-Асинара во всем своем великолепии. Чтобы добраться до ворот замка, надо преодолеть лабиринт улочек и множество ступеней. Лабиринт ждет нас и за стенами внутри комплекса. В одном из закоулков размещается небольшой музей, посвященный традиционному для Кастельсардо ремеслу – плетению из листьев карликовых пальм. Из бойниц крепости открывается замечательный вид на море и залив. Сарацинские башни охраняют и северное побережье. По краю дороги движется свадебный кортеж. В католической Сардинии венчание в церкви для молодоженов обязательно. Мы приземляемся на западном побережье. Местечко Альгера насчитывает примерно 50 тысяч жителей. В 19 веке своя летняя резиденция была здесь у короля Умберто I. Сегодня в королевском дворце размещается элегантный отель. Улица Лунгамары Данте ведет в старый город, который расположен на выдающемся в море куске суши. От захватчиков город охраняли массивные башни с пушками. За стенами тянется набережная, по которой до поздней ночи прогуливаются местные жители и туристы. Вольта – любимое место встречи друзей и больших семейств. Вольгера на равных используются три диалекта – сардинский, итальянский и каталонский. В середине 14 века новый правитель Педро IV изгнал из города его коренных жителей, симпатизировавших Генуи, и поселил вместо них каталонцев. О тех событиях напоминают сегодня указатели на двух языках и разнящиеся стили в архитектуре. Не исключено, что в жилах этой девушки течет и каталонская, и сардинская кровь. А это – взрывоопасная смесь. Мужчины, будьте внимательны и осторожны. На стенах над водой расположились маленькие ресторанчики. Днем на море царит тишина и спокойствие. А площадь в старом городе трещит по швам. Здесь любит собираться молодежь, поэтому количество децибел превышает критический уровень. Чтобы ощутить атмосферу минувших столетий, нужно попасть на отдаленные улочки. У нас есть возможность понаблюдать за обыденной жизнью сардинцев. Темпераментная жестикуляция напоминает представление. А вот, кажется, типичный итальянский любовник на охоте. Над разноцветной толпой царит не менее пёстрая, украшенная майоликой башня собора Санта-Мария. На противоположной стороне мыса виден порт для яхт и рыбацких лодок. Солнце прячется за стены крепости. Но количество гуляющих не уменьшается. В это время никто и не думает ложиться спать. Для некоторых рабочий день только начинается. Обвешанные товаром торговцы сделают еще пару десятков кругов по пляжу. Шансы найти покупателя еще достаточно велики. Дорогу на Капа-Качья украшает буйная поросль олеандров. Неполные 20 километров отделяют нас от знаменитого грота Нептуна. Короткая остановка в пути. Небольшой археологический лагерь находится здесь уже 30 лет. В этом месте исследователи нашли стены и башни, построенные в эпоху нурагов 3000 лет назад. Это Пальма Вера. За небольшую плату мы можем войти на территорию раскопок и оценить конструкторские таланты древних жителей острова. В центре поселения башня диаметром 10 метров. Вероятно, она становилась бастионом в случае осады. Купол нурага в форме пчелиного гнезда, скорее всего, разрушен землетрясением. Найденные керамику и бронзу можно увидеть в музее в Сассари. Вокруг главного укрепленного нурага пристроились более мелкие – это жилые дома. Самая высокая башня диаметром 12 метров, скорее всего, предназначалась для проведения собраний. С дороги на Капа-Качья открывается великолепный морской пейзаж. Мы проезжаем залив Порто-Конте. Скалы из песчаника достигают высоты 170 метров. На берег можно сойти по лестнице Эскала-дель-Кабироль, выбитой в 1954 году. Те, кто боится высоты, оказываются перед нелегким выбором, но неприятные ощущения компенсируются чудными видами. Где-то здесь, внизу, находится грот, названный именем бога морей и океанов. 454, 455, 456. Осталось всего 200 с лишним ступеней. При спокойном море до грота Нептуна можно добраться на пароходе из Альгера. Если же волны высоки, остается лишь путь со стороны суши. Готовый битвы Субтитры создавал DimaTorzok 52 ступени. На другой стороне узкой полоски суши родина Нептуна более гостеприимна. Залив порта Санта, закрытый от ветра и волн, с незапамятных времен служил рыбакам-убежищем в штормовую погоду. Когда-то здесь пришвартовывались военные и торговые суда. Сегодня, в первую очередь, шикарные яхты. Экипажи после того, как судно встанут на якорь, могут расслабиться на редком для Сардинии безлюдном пляже. Кстати, место на рейде можно просто выкупить, и для этого не обязательно быть владельцем яхты. Особенно ценится возможность причалить на одном из диких пляжей. Сухопутным гостям отведен меньший кусок суши, но виды здесь тоже необыкновенные. Часть западного побережья к югу от Альгера не ограждена от ударов волн и порывов ветра. Но это не пугает любителей пляжного отдыха. Путь лежит вдоль побережья. Трудно сосредоточиться на дороге, когда за окном такие красоты. В 50 километрах к югу от Альгера в море впадает река Тэмо. На ее берегу раскинулся городок Боза. На трехкилометровом отрезке единственной судоходной реки Сардинии курсируют суда. Они швартуются в тени пальм у набережной Лунгутэмо де Каспери. По каменному мосту мы прямиком попадаем в старый город. Над ним возвышается холм Сэровалле с замком Маласпина. Боза была заселена уже в древние времена, но большинство сохранившихся памятников относится к Средневековью. Визитная карточка пышного пьемонтского барокко – здание кафедрального собора. Создатели граффити и стенуры вдохновлены, видимо, иными образами, нежели их политические коллеги из Иргасола. Осторожно, скользкая дорога. Такое предостережение очень кстати на высоких участках дороги на Монтеферро. Но снег в это время года мы, вероятно, не увидим. Перед нами Аристана. Заедем для начала на скалистые побережья Санта-Катарина-де-Петинури. Большинство туристов приезжает на Сардинию за солнцем и морем. Но мы еще раз убеждаемся, что остров может предложить нечто большее – замечательные памятники старины. Сарацинская башня на мысе Сан-Марко отбрасывает тень на археологические раскопки Таррос, возможно, самые крупные и интересные на острове. Таррос был основан финикийцами в XVIII веке до нашей эры. Он быстро вырос в богатую торговую колонию, а его порт, впоследствии затопленный, стал одним из важнейших на острове. Под слоем земли археологи обнаружили карфагенские и римские строения. После падения Карфагена расцвет города продолжался под контролем Рима. К сожалению, самый величественный фрагмент руин – неподлинный. Эти колонны воссозданы с помощью обычного бетона, а вот развалины римских терм – оригинальны. Античные здания разобрали на стройматериалы в XI веке. Жители города решили бежать от сарацинских пиратов, и камни помогли им построить дома в новом, более безопасном месте – Аристана. Коричневые воды реки Тирсу в 30 километрах от Аристана выглядят не очень привлекательно, однако у римлян был повод основать поселение на ее берегах. На набережной возвышается термальный центр. Именно горячие источники привлекли римлян в это невзрачное место. Источниками пользовались и хозяйки из ближайшего селения Фордон-Джианус. И не только в лечебных целях. Теплая вода была идеальна для стирки. Благодаря древним жителям подземный источник окружают прекрасные античные декорации. Термальная вода смешивалась с холодной водой источника и заполняла бассейн, называемый Нататьё, и построенный около первого века нашей эры. Термальные бани были частью римского поселения Форум Трояни. Сразу за ним тянулась невидимая на картах границу между владениями римлян и краем, который они называли Барбаджа. Там жили островитяне, не подчинившиеся завоевателям. За бассейном размещалась сауна и комнаты отдыха, украшенные фресками в стиле древних помпей. Мы возвращаемся на побережье. Перед нами очередное восхитительное творение природы – Коста-Верде. На пляже в заливе над Торре-де-я-Курсаре очень приятный мелкий песок. Айда на пляж, как говорят итальянцы. Красный флаг на берегу означает «бурное море». Сегодня лучше не купаться. С Торре-де-я-Курсаре мы отправляемся в особое на Коста-Верде место. Соединение железа придали течению Рио-Пишина ржавый оттенок. Купание, скорее всего, не предполагается. Мы отправляемся по течению реки в сторону моря. Уже издалека видны бескрайние дюны. В самом центре этого дикого на вид края взору открывается Пишинос, который многие считают самым прекрасным пляжем в Италии. В этом местечке стоит побывать. В отличие от ремини, в распоряжении отдыхающих целые гектары белого песка. До середины 20 века в окрестных шахтах добывали серебро, цинк и олово. Когда залежи были исчерпаны, сын последнего директора предприятия нашел новую статью дохода. Вид пустынного сказочного пляжа натолкнул его на очевидную мысль. Построенный здесь отель «Ле Дюн» не остается без клиентов. И еще одно уединенное место, оправдывающее название Коста-Верде, которое означает «зеленое побережье». Мы отправляемся вглубь парку Геоминерарио Столико, единственный в своем роде пейзажный парк. Его главная достопримечательность – не растения или животные, а минералы. Живописная долина Риу-Антас достойна того, чтобы на минутку свернуть с дороги. Среди лесистых холмов виднеются величественные колонны Темпио-ди-Антас. У этого римского храма карфагенские черты. Примерно в 500 году до н.э. выходцы из карфагена поставили в этом месте алтарь в честь бога охоты. В III веке, во времена правления императора Каракаллы, римляне построили на фундаменте алтаря свой храм. К центральному залу Чела прилегал окруженный колоннами вестибюль. Шесть колонн были тщательно отреставрированы и поставлены заново. Прекрасное место для размышлений, гармония природы, истории и архитектуры. Аналогом Коста Смиральда на юге Сардинии является Коста-дель-Суд. От башни Торре-Буделла в порто Тевлада начинается очередной живописный участок побережья. Через 50 километров его завершает мыс Капа-Спортивента. Стянущийся вдоль побережья дороги виден дикий скалистый край. В отличие от изумрудного побережья, это место не может похвастаться курортными комплексами. Есть надежда, что бетонные отели здесь не появятся. В регионе действуют строительные запреты. От этого дикого пляжа до Африки, точнее до мыса Сиррат в Тунисе, всего 180 километров по прямой. Это на 10 километров меньше, чем от восточного побережья острова до континентальной Италии. На горизонте маячит башня Торре-Ди-Пишини. Путешествие вдоль Коста-дель-Суд полно искушений. Почти за каждым поворотом открывается вид на живописный залив с песчаным пляжем. Так и хочется покинуть машину и погрузить ноги в теплый песок. Идеальное место отдыха для тех, кто любит тишину и уединение. Нет, это не морская корова. Хотя, наверное, можно назвать ее и так. В воздухе смешиваются ароматы мысживельника, мирта, дрока, дикого укропа, розмарина и тимьяна. Ошеломляющая смесь. После 30 километров пути по дикому краю нашему взору открывается очередная башня, построенная сарацинами. Аква-азурра. Прекраснейший цвет моря. Ну как не полюбоваться. Пр Прекрасно. Прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Не надо ехать на Сейшелы, Мальдивы или Карибы, чтобы окунуться в волшебную бирюзу. Сардиния находится гораздо ближе. И снова элементы истории в пейзаже. В 25 километрах на северо-восток находится лагерь археологов. Здесь возвращают былой вид античному поселению Нора. Мыс Капа-Дипула был идеальным местом поселения для морского народа, каким были жители Карфагена. Примерно в 800 году до н.э. они начали строительство порта. Вторжение вандалов и постоянные набеги сарацинских пиратов положили конец развитию города. С годами он совершенно обезлюдил и превратился в руины. Представления о былом богатстве Норы дают руины дома Патриция римских времен. Четыре реконструированные колонны обозначают площадь, которую занимал центральный атриум. Вокруг него группировались остальные помещения. Самым любознательным сложно сойти вниз, и они изучают детали через объектив фотоаппарата. Здесь размещался кубикулум или усыпальница. Пол украшает мозаика. Раскопки можно осматривать часами. Можно даже обнаружить амфитеатр. КОНЕЦ Путешествуя по острову, можно не беспокоиться о ночлеге и номере в гостинице. Комнату и отменное питание предоставляют в десятках деревенских хозяйств. И чем дальше на юг, тем дешевле пансион. Островитяне гостеприимны. Приглашают постояльцев к семейному столу и подкладывают самые вкусные куски. Знание итальянского языка облегчает знакомство с хозяевами. В широкой излучине гольфа Дель-И-Анджели лежит Кальяре, столица региона Сардиния. Центр власти переместился сюда уже во времена арагонского и испанского господства. В первую неделю мая улицы города становятся сценой одного из важнейших религиозных праздников на Сардинии – Сагра-де-Сант-Эфизио. Это весьма колоритное зрелище. В процессе участвуют огромные двухколесные повозки, в которые впряжены валы. Участников процессии сопровождают флейтисты, которых называют лаунеддос. Над всадниками развивается флаг Сардинии с четырьмя головами мавров. Карабинеры здесь в традиционной униформе. Кульминационный момент праздника – появление фигуры святого Эфизия, покровителя города, которому приписывают спасение Кальяре от чумы. По окончании процессии религиозность уступает место веселью. Начинаются танцы. ПОЕВАН Richardson КАРА ruthless Кольярь возник на четырёх холмах, на берегу залива, идеально подходящего для порта. Стратегическое расположение способствовало развитию города, но и притягивало непрошенных гостей. В XIII веке правители острова, пизанцы, построили массивный замок с башнями и длинной цепью стен, но и он не помог им закрепиться на острове. Кольяре побывал в руках испанцев, арагонских королей и пьемонтской аристократии. Собор Святой Марии с прекрасным неороманским фасадом – творение пизанцев. Великолепнейшая панорама города открывается со старинной смотровой площадки. Дух Средневековья оживает в закоулках старинного района Кастелло. Башня XIV века Элефанты обязана своим названием мраморной фигурки слона на небольшой полочке в углу строения. Через 70 километров к северу от Кольяре лежит плодородный край, заселённый более тысячи лет назад. Неподалёку от местности Борумини простирается вулканическое плоскогорье. Его название – Мармила. Оно означает «грудь». Вопросов, как говорится, нет. На вершине холма находятся руины средневекового замка. Всего один километр отделяет нас от знаменитых раскопок Су-Нуракси. Нашим проводником в путешествии на три тысячелетия назад будет студентка-археолог Карла. Среди 7 тысяч следов нурагической цивилизации на Сардинии самые впечатляющие мы найдём именно здесь, в Су-Нуракси. Комплекс обнаружили в 1928 году. В течение многих столетий он находился под землёй. В 25-метровой башне, построенной около 1500 года до н.э., размещались одна над другой три коморки. Позже были достроены четыре новых башни, соединённые стеной толщиной 3 метра. Поднимались в сооружение по приставной лестнице или по канату. Вокруг крепостной башни выросли круглые каменные жилые дома. 150 хозяйств были строго организованы в единую общину. Конец её существованию положило нападение карфагенских войск. Посреди деревни находится здание, не похожее на другие. Его предназначение до сих пор неизвестно. Вёл ли арочный вход внутрь храма или имел какое-то иное предназначение? Эти вопросы остаются пока без ответа. Наша проводница указывает на ещё одну особенность в конструкции башни. Вверх её поддерживали могучие консоли. Это ещё одна загадка, и неизвестно, будет ли она решена. Каким образом нураги осуществляли транспортировку и крепёж почти двухтонных опор? К бывшему входу ведут удобные металлические ступени. Уже на десятиметровой высоте все окрестности как на ладони. Когда приближался враг, стражники могли заранее поднять тревогу и приготовиться к обороне. С внутренних стен можно было спуститься по узкой спиральной лестнице. В случае осады Су-Нуракси превращалась в неприступную крепость. Её защитников трудно было уморить голодом. В их распоряжении были колодцы и ёмкости с водой, а также амбары с запасами еды. С водой выдержали не один штурм и не одно землетрясение. Сегодня доисторическая крепость переживает новую осаду. Из экскурсионных автобусов высыпаются группы туристов. В каждой группе всегда находится индивидуалист и заводила, который делает всё, чтобы обратить на себя внимание остальных. В пик сезона Су-Нуракси посещают ежедневно около 500 человек. Рано утром на узких подъездах образуются пробки. Субтитры создавал DimaTorzok Около 30 километров тянется извилистая дорога, соединяющая Барумини с другим нурагическим комплексом Аррубией. Он меньше, не так популярен и, соответственно, менее посещаем, чем Су-Нуракси. Но любителей истории это не смущает. Наоборот, есть больше времени и свободы для осмотра тесных помещений. Спустя много веков после падения нурагической цивилизации римляне по-своему обустроили некоторые строения, например, приспособив их под винные погреба. Своим современным названием поселение обязано цвету растущих здесь мхов или шайников, а Рубия по-сардински означает «красная». Дефицит воды – насущная проблема на юге Сардинии. Власти стараются ее решить, устраивая искусственные водосборники, подобные этому. Планируя маршрут самостоятельной поездки, стоит удваивать время преодоления горных серпантинов. Путешествие замедляет и проезд через горные поселения, вроде Севи, где дорога сужается. С другой стороны, в столь романтическом месте нет смысла спешить. Среди неповторимых пейзажей давить на педаль газа просто преступно. Горное поселение Гайра делится на две части. Новая, Гайра-Сан-Елена, расположена выше, а Гайра-Векью, старая, так и не восстановлена из руин после землетрясения 50-х годов прошлого века. Напротив города Духов, по другую сторону глубокого ущелья, расположена живописная местность Уласай. В этом месте километровые высоты хребты Альястра неожиданно резко идут под уклон к юго-восточному побережью. Далеко внизу – город Тартоли. Сила ветра – 6 баллов по шкале Бафорта. Брызги волн наносят на красные скалы Арбатакс причудливые узоры. Возможно, это один из тех камней, которые, как гласит легенда, остались у Бога после сотворения мира. Впрочем, это не столь важно. Как не важно и многое другое на фоне изумительного шедевра, которым творец завершил свою работу. Продолжение следует...